На всякий случай, продолжаю. При повторном просмотре вебинара, номер 16, слышал о вашей диете от высокого сахара в крови и упал он до 6 единиц. У меня жена тоже болеет. Если не секрет, поделитесь диетой, бухтияров. Что я скажу? Я вам обещал ответить здесь. Отвечаю. Действительно удалось пить сахар жесткой диетой. Про это будет, наверное, отдельный фильм сделаю. Скажу самое главное. Буквально 3-4 минуты, чтобы просто мы поверили в мою диету. Без этой веры у вас ничего не получится. Я с детства, с молодости был охотником. Я бредил охоту, я убивал. Я этим не хвастаюсь. Концитирую факт животных. И, естественно, понятно, что это значит, что в генах моих предков преобладали охотники. В школе нас учили так. Я некоторые вещи запоминаю, буквально вбиваю в память. Сами попадать. Например, в древние времена по земле бродили племена первобытных людей. Большая часть из них было собирателей. Они ходили ордой с утра до вечера. Заметьте, с утра до вечера. Подчеркиваю, с утра до вечера. По лесу собирали жучков, паучков, жуков, выкапывали корни, ели фрукты, кору с деревьев. Все подряд, все пища. И так это продолжалось, когда все съедали, перемещались в новое место. Их так назвали собиратели. Никто их не видел никогда. Но это ученые. Бред не бред. Ну, так, наверное, так может и было. И менее многочисленная группа приводили цифру 10% от общего количества. Охотники. Так вот, я дальше домыслил сам. Будучи, зная, что у меня отец умер от диабета. Ему отпилили ногу, и он умер. И это судьба почти всех, кто начинает мертветь. Вот. И я даже до его возраста спохватился и подумал, мне надо было себя настроить, как бы запрограммировать. Я представил себе, как мои предки охотились. С утра же я просыпаюсь сытый всегда. Люблю на ночь поесть. Ничего там плохого не вижу. До обеда я сытый. Тогда я сказал себе, чтобы убрать лишний вес, надо вести активный образ жизни само собой. И, например, до 18.00 ничего не есть вообще. Оказалось, самое трудное это где-то с с обеда и до 6 вечера. Потому что уже на часы глядишь. Раз сто есть так охота. И так я в течение года продержался. Отходить от этой диеты жесткой уже не намерен. Вот. Очень резко сбросил вес. Вернул здоровье относительно возраста. Вернул здоровье. И вот смотрите. В Местиморской, правда, уже месяц как не были в клубе морожей. Но вообще в клубе морожей мы постоянно, чуть не сказал гости, хозяева. Вот. 100 рублей и ты хозяин. И вот, значит, получается, что это очень жесткая диета. Она мне здорово помогла. Вот. Если бы не она, я бы сейчас весил на 20 грамм больше. Я бы не мог зашнуровать ботинки. Когда я наклонялся, меня ударяло в голову. В общем, все. Я ответил на вопрос. Вот это вот то, что я сам себе придумал. Что если я бредил охоты, значит, мои предки были охотниками. А их образ жизни, понял ли, к чему я клонял? С утра до вечера гоняться за дичью или убегать, когда тебя хотят съесть. Наконец-то забиться в какую-нибудь пещеру в нору. За ночь, за вечер, за ночь наесться как следует, отдохнуть. И это пища, когда человек поел и лег спать. Это и есть для части людей норма. А то, что диетологи это все, они не дураки, они просто не ведают, что творят. Они ведают, потому что они калечат людей, эти диетологи, со своими советами. Вот. Почему? Потому что, когда пища в желудке или растворяется, или бродит, это разные вещи, при этом выделяется этот самый сок, который движется, растворенный по крови, попадает в каждую клетку. Должен попадать. Это плюс к тому же еще тепло. Мы теплее, чем окружающая среда. Намного теплее. Градусов на 15, на 10. Это тоже та же пища. И, наконец, внимание, секреты секретов. Хотел в другой раз, но так и скажу. Третья составляющая, на что расходуется пища, это наркотики, которые производит сам организм. Самый главный наркотик, который производит организм, это алкалоид. Тот самый, пресловутый Ц2H5OH. Вот. Вот это вот и есть та самая тайна, которую в школе они проходят. Почти никто и взрослых не знает. И чувство голода возникает, когда его не хватает. И вот, когда его не хватает, это чувство голода, это дискомфорт. Это бывает, добрый человек становится злым или пассивным, как угодно, но это ненормально. Наелся, тут же желудочно-пишечный тракт превращается в самогонный аппарат. Говорю, как есть. Можете отключать компьютер, если бы думали, что я упал, ударился головой. Самогонный аппарат, и сытый человек получает ту самую от самогонного аппарата, от желудочно-пишечного тракта свою долю алкалоидов. И всего лишь возникает, ну, лень, сонливость у сытого. Не более того, вот. И, к сожалению, недостаток, собственно, выработанного вот этого алкалоидов и прочих самых, там, круг гормонов шире, список гормонов шире немного, он приводит к тому, что человек тянется за бутылкой. То самое, что мы выше говорили. Вот. Или диета. Но диета, это та же самая голодовка, это очень плохо. Если я выбрал диету жесткую, то, по крайней мере, в 6 часов, я заканчиваю свою речь, то, по крайней мере, в 6 часов я беру и наедаюсь от пуза. Но, тем не менее, потихонечку, по граммам вес продолжает сбрасываться. И сахар тоже. Вот. А так как третью составляющую никто в расчет не берет, это значит, что, когда в празднице стол передавать 10 блюд, начинаешь с селедки и кончают тортом. В руках вилка. И когда вилка эта шарится, глаза шарятся по столу, чего бы ухватить, солененький огурчик или маринованный грибочек, говорит, а у вас полный рот из свины, согласитесь. Вот. И в это время лихорадочно работает там, не в мозгу, в этом головном, а в спинном мозгу лихорадочно работает мозги, в каком плане. То есть работает программа. И очень нужно заполнить концентрацию алкалоидов до нормы. И вот тут-то вы начинаете. С чего не важно. Но перепробуйте все. И у вас вместо растворения пищи происходит брожение. Поняли слово? Брожение произошло слово брага. Вот. Я вам поделился с вами. Рады, не рады. Это такое-то. Итак, есть жесткое. Если диету соблюдать с утра до вечера. Вот. И еще это значит обречь себя на постоянную эти муки голода. Вам. Потому что не хватает алкалоидов. Поэтому я предпочитаю мучиться на неполный день. Утром встал, есть не хочется. В 10 есть не хочется. 12 еще не хочется. Но я работаю где-то с часа с двух до шести. Я уже смотрю на часы. И предвкушаю, что в шесть у меня уже это полная, полноценная еда. Те самые вилка и все остальное, что на столе может быть. Начиная от солений, кончая вареньем. Вот так. Но это, по крайней мере, частичный успех. Полного не добиться. Мы полные люди, от того полные, что нами регулировка происходит не по количеству пищи для того, чтобы насытиться. А по количеству, сколько пищи в этой удается потом выбродить эти же алкалоиды. С2H, 5H. Вот от чего количество пищи. Естественно, при этом работает жировое депо, потому что человеку свойственно было в старые времена брать и наедаться от пуза, потому что это было крайне редко. А сейчас холодильник рядом, и сытый обед постоянно под рукой стал нашим проклятием. Разрешите на этом закончить. И так abandoned Slideering Воскресенье Воскресенье Болг Smith Вася Еще Воскресенье Вася